всем привет с вами gnum и это ролик по dota шахматам в этом ролике я поделюсь с вами несколькими классными стратегиями для игры в dota auto chess это не какие-то новейшие секретные разработки которые доколе никто не видел это в общем-то популярные распространенные стратегии но если вы не самый опытный шахмаде то они могут быть для вас полезны пока я сидел в бане у меня появилось время немного поработать над оформлением не просто там сделать нарезку стрима и можно даже как-то звучит а вот как-то попытался оформить интересную понравится мне нет ну ладно поехали так наша первая стратегия которую я хотел бы вам рассказать называется гоблины и маги ну по крайней мере я их так называл габло magic по сути так гоблин мехи маги из чего она состоит значит наш первый герой друзья да баунти хантер охотник за шоколадками это один из лучших юнитов за 1 рубль у него отличная белка хороший дамаг для 1 рублевого юнита в общем великолепные статы одна из лучших единичек он ложится как гоблинов так и убийц потому что он гоблин убийц в общем великолепная первопокупка даже если вы в будущем от не откажетесь для старта вообще идеальный юнит следующий следующий элемент нашей коллекции это клок вверх он гоблин механизм также стоит 1 рубль уже не такая крутая единичка как бы х по двум причинам во первых он подходит только механизмов и больше никуда в отличие от баха которые так же у вас асси нам годится во вторых но у него статы чуть похуже а белка чуть менее клюже поэтому он не так хорош но во первых когда мы собираем гобломехов у нас выбора нет мы собираем всех во вторых ну это не так же плохо нормально единичка для рубля нормальный юнит он как я уже сказал механизм соответственно если мы собираем два механизма они друг друга регенит механизм регенит только сами себя идем дальше тинкер еще один механизм за 1 рубль обратите внимание что в этой сборке очень много единичек что позволяет нам сразу с первых раундов собрать какую-то синергию то есть три 1 рублевых юнита в одной стратегии это довольно редко и это позволяет нам круто мощно стартануть там собрать например фигуру второго уровня и за счет этого в первых раундах плюс использовать энергию тинкер сам по себе тоже не то чтобы король он такой довольно худенький у него маленький дамаг но если ман накопил может прилично шарахнуть ракетами пока тинкер первого уровня его лучше держать за спиной но если вы смогли быстро опнуть тинкер до 2 уровня можно выставить вперед на ранних этапах игры он может оттанковать достаточно деможи чтобы успеть спустить свои ракеты таким образом он во-первых затанкует дамаг во-вторых нанесет очень много дамага они с тимбером механизмы соответственно если у вас давайте меха на столе они уже запускают энергию потому что у мехов 2 и 4 идет градация соответственно самых ранних этапов у них запускается синергия кроме того все они являются гоблины как только у вас на столе собираются три гоблина в начале боя рандомный ваш юнит выбирается абсолютно случайно этот юнит получает приличный армор и реген ну тут на самом деле как повезет но в общем кто-то из них в любом случае получит армор и реген таким образом 3 юнита на старте уже создают сразу две синергии что позволяет хорошо стартовать даже если вы вдруг их в двойке не соберете идем дальше 2 рублевый механизм тимбер со ведь просто тимбер это друзья просто королевская двойка у него совершенно шикарные статы для 2 юнита у него много хп у него броня если вы купили скорее всего у вас уже есть мехи означает что у него есть армор если на него прокнула рандомные гоблинское усиление то это вообще мега танк он просто охренительно и плюс к этому ко всему не невероятно роскошная шикарная билка пила вокруг себя она изначально имеет небольшой куда но когда вы начнете его апать куда он снижается дамаг подрастает то есть выпускаете его вперед в бой он танкует дамаг ему бьют по башке он очень быстро накапливается туман и тут же сдают пилу а пила это чистый дэмэдж это означает что она не контрится никакими там арморами снижениями и прочим в общем великолепный чистейший дэмэдж и этой же пилой он тут же натанковывает себе накапливает много арманы чтобы как только отказать с кулдан если вдруг выжить чтобы снова дать пилу в общем невероятно мощнейшая двойка друзья если вам посчастливилось такую аптать там до двух звезд до двух звезд в ранней игре это просто просто ребята просто бомба невероятно крутой мех вот но если вы все это втроем собрали то дополнительную энергию не активирует нам нужен четвертый мех и вот за четвертым мехом нам придется побегать он будет не скоро не так дальше в нашей стратегии появляется алхимик алхимик это уже такая я бы даже сказал через следующая ступень а все потому что это фигура за 4 рубля то есть эпической редкости фигура какой-то призрачный шанс двухпроцентные поймать и появляется с пятого уровня курьера ну и дальше там 7 10 15 процентов соответственно он еще не так быстро может прийти его основное достоинство в том что он гоблин он не механизм он гоблин чернокнижник но гоблина нужны все которые только есть их всего в игре 6 штук нам же все 6 поэтому нравится не нравится нам тут юнит нужен чем он хорош у него довольно много хп вот только у него 0 армора друзья у них это много но армора ноль поэтому если у вас за завалялся какой-то предмет на армор вроде там 5 армора 10 армора и выиграть их было мехами разумно придержать эту штуку для именно алхимика не отдавать сразу как он тимберу потому что он очень уязвим ульта у него друзья когда он накапливает ману он во-первых начинает быстро бить ну прям быстро бить ему разумно отдавать шмотки на дамаг а во вторых он разбрасывает лужу на поле она не домогает но она снижает армор всех врагов которые в ней стоят то есть довольно полезно ульта там все сразу и регион во-первых он себе дает и быстро атаку и снижение армора то есть а белка весьма полезно вот единственно что у него 0 армора но если как-то поиграть а есть еще побырику и лапнуть во вторую во второй тир вообще просто замечательный гоблин итак друзья у нас получаются три механизма и 5 гоблинов а нам нужно 4 механизма и 6 гоблинов чтобы она все разработала на максимум кто же этот кто же 6 гоблин который соберет наш пасьянс до конца и это черт побери друзья гоблин техис гоблин техис это тот самый герой по которого почти никогда не берут доля потому что он смешной и нелепый но кто-то шахматах сила его просто невероятно ну во первых у него статы хорошие потому что он стоит 5 рублей это легендарный юнит легендарные не то должны быть хорошие статы у него 1000 хп там приличная атака у него отличная обилка он кладет на поле мину мина лежит 3 секунды а потом бабах это огромном радиусе нанося физический урон то есть мин это не магия мин это физический урон в общем шикарная фигура сама по себе и и иногда даже можно играть без относительно каких-либо связок но это четвертый механизм что дает дополнительную регенерацию хп нашим юнитом и это 6 гоблин я хотел бы вообще поговорить о регенерации регенерация это такая интересная механика которая наиболее сильна в начале игры потому что когда ты играешь первые раунды у тебя с руки дэмэдж 50 и там от скорости атаки например раз в полторы секунды то регенерация 15 хп в таких условиях это очень много это значительно повышает твой срок жизни вот но другие подобные синергии например армору воинов или шилды у рыцарей они скалируются то есть например если воина начнут сильнее бить то его армор начинает резать больше дамага ну не в процентах смысле в конкретных цифрах то есть эти ударили на 50 мармор срезал 10 ударили на стол срезал 20 ударили на 1000 армор срезал 200 понимаете да то есть эти объемки скалируются а регенерация она не скалируется то есть время идет юниты становятся сильнее нас начнут сильнее бить а регенерация друзья хуже лучше работать не станет она максимально эффективно на старте игры и с каждым раундом становится все слабее и слабее мы конечно когда соберем четырех механизмов регенерации нам она усилится станет снова чуть сильнее но это все еще не царь обилка обилка механизмов довольно слабо но тогда на хрена вообще их собирать а дело в том что есть обилка шести гоблин помните я говорю что если собрать три гоблина то у вас рандомный юнит получит армор реген а если вы соберете шесть гоблинов то все ваши юниты на поле независимо от их рас и класса обилок любые все ваши юниты на поле получит реген и самое главное они получат много армора много армора который значительно снижает входящий физический дамаг и поэтому когда вы дособираете пассианс когда вы покупаете гоблин техи со шестым юнитом это просто небо и земля это две разные совершенно сборки когда вы собираете шестого гобломеха выживаемость ваша повышается просто в разы у вас есть армор у вас есть реген боль основа основа этой сборке довольно дешево вы можете быстро выйти на полтос я вообще хотел бы поговорить о таких вот классовых бафов например как механизмы воины эльфы убийцы рыцари время от времени да довольно часто зрители говорят давай там возьми вот этого говною не то у тебя будет три воина друзья нужно понимать что все механики которые работают не на все поле есть механика будет на все поле например в звери бафы всех юнитов до варлоки дают всем лайфстил а некоторые механики работают только вот в своем кругу например воины бафы только воинов вы лицари бафы только рыцари эльфы бафы только эльфов ассасин ассасинов ну вы понимаете да и эффективность подобных механик значительно растет с увеличением ну в вашей банды разных юнитов потому что если например у вас три воина и там всего девять юнитов да то во первых арморщика будет не очень много а во вторых защищены будут только три воина да то же самое с рыцарями сельфами всеми остальными таким образом собирать подобные ограниченные механики в маленьких количествах поздней игре в средней игре неразумно есть две причины две ситуации когда это может быть разумным ситуация номер один когда вы только начали играть когда вы там отыграли крипов готовитесь выйти там на первый бой против живого игрока на 2 бы против живого игрока у вас еще мало юнитов у нас у вас маленький выбор и там на такой стадии выставить скажем 3 плохоньких воинов вроде там акса скажем теникой какой-нибудь ну не знаю может быть марса это неплохо потому что ну хоть какая-то синергия возле старта будет вас быть хоть какой-то задел для стартовой игры может быть вам это поможет победить вторая ситуация это когда юниты которые образуют малую синергию хороши сами по себе если приводить пример все тех же воинов то мы можем привести в пример таких воинов как например кунку какой-нибудь дума ну или какой-нибудь ликантропа да каждый из этих юнитов великолепен сам по себе ими можно играть в синергии вне зависимости от синергия то есть они сильны сами по себе и если вдруг у нас случайно между делом как бы соберутся кунка дум или контроп то тот факт что не под штормур это будет как бесплатное приложение в такой ситуации играть маленькими группами вот подобных бафов не глупо но ни в коем случае и в поздней средней игре когда вас уже там 7 слотов 8 слотов не надо ставить на поле слабую фигуру чтобы образовать маленькую маленькую незначительную синергию не надо в поздней игре ставить акса первого уровня на на поле чтобы у вас собрались три воина это очень слабый баф на этой стадии игры поэтому мы собираем только если между делом либо на старте игры ну так ладно я отвлекся так продолжим с нашими габломехами хорошо это наша основа это такая я бы сказал танкабилити танковальная часть нашей стратегии чем мы ее продолжим и так я предлагаю смешать ее с магами ну как я предлагаю не знаю кто это первый придумал но стратегия такая значит какие маги показывать лучше всего в связках с габломехами обычно когда я говорю что собирать говорю ну что дают то и собирай там например дают лин там собирали но нет вот с магами ситуация не такая дают лин не собирай значит три мага которые показываются всегда замечательно это вот котел разор и цем кристалмейден все эта связка всегда лучше чем любые другие маги она просто покажет великолепно почему так потому что магия у нас уже собираются не в первый раунд они уже собираются ну нет гейме а то и в гейме когда у нас габломехи уже собраны или почти собраны мы начинаем усиливать их магами а это означает что наших юнитов много и врагов много и соответственно усиливается мощь юнитов с ауе пока мы пока игра ранняя пока врагов мало эффективность ауе юнитов не так высока потому что там увешать особо некого там когда четыре на четыре дерутся там особо ты и не по уезжай да но когда уже ты дерешься 9 на 9 каждый уешан то прямо а уешана а уешана и поэтому разор и котел показывает себя великолепно носят огромное количество дамага котел у котела котла обилка просто великолепная он сидит в углу на кастовый свой шариком шара там морки дикие цифры дамага выдавать в рост просто отлично друзья но тут есть загвоздка дело в том что ему нужно накопить ману да а как не венда купят ману они либо получают дамаг но он сидит в углу его вряд ли ему там что-то будет прилетать до соответственно нужно бить а у него и атака медленная и слабенькая он будет год копить ману соответственно ему нужно для этого обязательно цемочка на цемочка тоже лучше иметь вторую цемочку же 1 на такая тоже там сопли жует нас не особо-то качает цемочку желание 2 то же самое и с самим котлом пока он 1 уровня он наносит мало урона и соответственно получает мало маны потому что количество полученной маны зависит от того как много урона мы нанесли соответственно пока вас нет второго котла пока вас нет желательно 2 цемки все это будет работать довольно слабо поэтому мы это собираем же платье когда можете позволить собрать второго котла, вторую цемочку, когда мы собрали второго котла, когда мы собрали вторую цемку, начинает работать как часы, если вдруг у нас есть какой-то предмет на монореген, вроде его эстона или хотя бы корона, это еще лучше, мы можем ускорить котла, он быстрее сдает первую свою волну, у него небольшой кулдаун, он быстрее сдаст вторую волну, котел вообще легко может 2-3 волны за бой сдать, вот, ну и соответственно, раздер это еще один маг по подобному принципу, тоже ауеобилка не такая жирная, как у котла, но там требнее попроще, она инстантно сдает, она расходится во все стороны, в ту же великолепную бету стратегию укладывается, кроме того, 3 мага дают дебаф на всех врагов, снижающий магический резист, а у нас магический дамаг, помимо самих магов, это сюрикен, это у клокверка, по-моему, магия, у тинкера ракеты, у тинберсо чистый дамаг никак не аффектится, здесь никак не аффектится, здесь физика, ну соответственно, половину наших губломехов маги аффектят, таким образом у нас получается связка из танковальной части, которая вот все бежит, танкует лицом, все это регенит, арморит, там техис много дамага наносит, и наш основной дэмэдж дилер, это котел разер под прикрытием цемки, цемка она сама по себе не делает вообще ни хрена, она, у нее нет дамага, у нее билка пассивная, ни хрена сука не делает, но ее манереген настолько важен для котла и разера, что без цемки эта стратегия невозможна, это, как видите, занимает 9 слотов, если у нас дела идут хорошо, если мы богатые, мы можем прям гульнуть, 10 слот прикупите гирокоптер, это еще одна легендарная фигура, шанс на нее не такой уж огромный, но если мы купили 10 слот, то, наверное, гирокоптер это мы можем тоже там поймать, он хорош тем, во-первых, что он механизм, он получает реген, у него великолепнейшие статы, то есть хп, атака, скорость атаки, он очень много дамага наносит руки, и самое главное, не великолепная, ауешная билка, двойная ракета, а вот она, в отличие от техиса, бьет магией, то есть он синергирует с нашими тремя магами, то есть великолепный 10 юнит, который просто как вишенка на торте на эту стратегию ложится, если вдруг вы выше в 10 слотов, вот, в чем слабость от стратегии? Слабости две, во-первых, как видите, мы довольно уязвимы к магии, у нас есть армор, у нас есть хп реген, но никакой защиты от магии, если мы воюем против магов, нам, сука, тяжко, нам, сука, больно. Вторая слабость этой стратегии в том, что для того, чтобы собрать габломехов, нам нужен техис, он, сука, легендарный, на восьмом уровне шанс поймать любую легендарную фигуру, 1% в каждом слоте, на девятом 3%, можно дойти до девятого слота, терять все деньги, прокрутить все в казино, ну, ни хрена не найти, бомбануть, короче, такое, друзья, бывает, такой риск есть. Конечно, пытаться поймать его, прям агрессивно крутить, ловить техиса на восьмом уровне, это глупо, потому что шансы ничтожные. Повезет, ну, что ж, благодарите бога, вам повезло, берете техиса, не повезло, не рольте сильно, копите девятый уровень, на девятом уже шанс 3%, там уже можно о чем-то поговорить, ну, до десятого вы не доживетесь, найдете техиса. Вот, такая вот, друзья, стратегия, она сейчас не мега популярна, но учитывая, что постоянно туда-сюда чуть-чуть балансит, плюс-минус, она все еще не очень плоха, но чуть-чуть там изменится баланс на пол шишечки, и габломехи снова могут стать прям тир-1. Раньше они были прям тир-1 страты, габломех магии, это было прям бомба, нереально. Ну, и поговорим об артефактах, то есть о предметах. Предметов, сука, мало, они, сука, рандомные, но это так, к слову. Как и кому, какие предметы здесь отдавать? Ну, предметы на манреген нужно отдавать котлу, разору, тинкеру и техису. Оставлять что-то под вертолетик смысла мало, потому что... Ну, потому что, может, и не придет, может, десятого слота вас не будет. Техису тоже, в общем-то, можно не давать предметы на ману, потому что мы его пускаем прямо в бой, мы его выставляем прямо на стык, вперед его пускаем, в общем, чтобы он танковал, у него достаточно много хп, чтобы танковануть и успеть положить мину под ноги, поэтому манрегенам он тоже не особо-то нужен, потому что он получает свою ману, когда ему дают по башке. А вот такие имиты, как разор, котел и тинкер, они нуждаются в манрегене. Далее, предметы на танкование совершенно очевидно нужно отдать тем фигурам, которых мы также пускаем в бой. Это Тимберсо, это Клокверк, ну, это тот же самый техис, и, может быть, иногда алхимик армур ему не помешает. Предметы на дамаг лучше отдавать там БХ-алхимику, совершенно очевидно, и всегда есть один уникальный предмет, это Mask of Madness, и уникальность в том, что она, конечно, дает нам дамаг, но она вешает салин, соответственно, его крайне желательно отдавать какому-то юниту с полезной активной обилкой, а у нас все юниты с полезной активной обилкой, мы никого не хотим лишать обилки, исключение только это Crystal Maiden, у которой есть пассивная обилка, и, соответственно, Mask of Madness никаким образом ей не вредит. Она дает ей, конечно, скорость атаки, лайфстил, но не лишает ее посетки. Вот только там Crystal Maiden, что с маской, что без маски, такой ничтожный дамаг, что даже я не знаю. Ну, некоторые, конечно, дают Mask of Madness к Crystal Maiden, но, мне кажется, может быть разумнее даже просто не собирать Mask of Madness и раздать ее кому-то по частям. Такой вот у меня получился мини-гайд по одной из нескольких, скажем, я бы хотел сказать множество, но нет, их не то, чтобы очень много есть, скажем, не более десятка хороших работоспособных стратегий. В Dota Шахматах он получился более объемным, чем я планировал. Мне интересно узнать ваше мнение, понрав ли вам такое оформление и такие объяснения. Я уже подготовил еще пару подобных гайдов по другим стратегиям. И если вам интересно, я продолжу эту рубрику, эту серию и сделаю гайды почти по всем стратегиям, которые работают в Dota Шахматах. Объясню, как их собирать, как ими играть, в чем их сильные и слабые стороны. В общем, оставляйте ваши комментарии под видео. Спасибо за просмотр, всем пока.